МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За несколько десятков тысяч лет разумного существования на Земле мы совершили невероятное. Научились ходить прямо, взяли в руки палку-копалку и добыли огонь. Поднялись в космос, уничтожили огромную часть флоры и пауны, а сами невероятно размножились. Сменялись цивилизации, гибли цари и императоры. Приходили и уходили эпидемии страшнейших инфекционных болезней. Изобретались все новые способы улучшить и продлить человеческую жизнь. Но рядом всегда были они, древнейшие и простейшие существа, которые при определенных условиях становятся нашими естественными врагами. Африка, как известно, колыбель человечества. Но именно из нашей Альма-Матер в цивилизованный мир попадает множество инфекций и вирусов. Взять, к примеру, лихорадку Эбола. Сейчас это самая популярная тема у мировых средств массовой информации. А стоит ли нам, жителям Беларуси, бояться этой экзотической заразы? Заболевание, которое носит название лихорадка Эбола, относится к особо опасным вирусным, высококонтагиозным геморрогическим лихорадкам. Это особо опасная инфекция. Она характеризуется крайне тяжелым клиническим течением, которое нередко приводит к смертельному исходу. Так, уровень летальности от этой инфекции от 50 до 90%. Эбола – природно-очковая инфекция, источником которой в естественных условиях являются различные африканские животные. Этот вирус не очень устойчив во внешней среде. Он находится в биологических выделениях организма, и заражение происходит только при тесном контакте. Воздушнокапельным путем Эбола не передается. Развеем и главный миф об Эболе – это не новый вирус. И уж тем более он не занесен в Африку в качестве биологического оружия. Впервые лихорадка Эбола была зарегистрирована в 1976 году в Заире. Возле реки Эбола отсюда и название этого вируса. И начиная с 1976 года заболевание регистрировалось практически ежегодно. Чем характерен сегодняшний год, 2014 год, это то, что мы наблюдаем значительный эпидемический подъем заболеваемости. Сегодня в мире, в странах Африки, Западной Африки, где наблюдается вспышка этого заболевания, зарегистрировано более 9 тысяч случаев лихорадка Эбола. За весь период наблюдения, начиная с 1976 года, таких интенсивных эпидемических проявлений не наблюдалось. Уровни заболеваемости были 20-30 случаев максимум, это было 300-400 случаев, не более того. На сегодня, как мы видим, более 9 тысяч случаев. Итак, вирус приобрел свойства к распространению. Он перешел на США и европейские страны. В пунктах пропуска на государственные границы проводится санитарно-карантинный контроль и досмотр всех лиц, которые проходят через государственную границу с целью недопущения ввоза на территорию Республики Беларусь этого опасного заболевания. 24 октября Управление здравоохранения провело учение на базе организации здравоохранения Бобруйска по тактике действия при выявлении такого больного. Отрабатывалась легенда выявления больного в пассажирском поезде. Задействованы были лечебная служба, санитарно-эпидемиологическая служба. В формировании Белорусской железной дороги отрабатывались наиболее вероятные источники поступления такого больного через железнодорожный транспорт, наиболее востребованный транспорт. Аналогичные учения около двух недель назад прошли у нас в Крычевском районе. Отрабатывалась легенда по выявлению больного в дизельном поезде. Планируется проведение подобных учений в Могилевском филиале БелАэро. Навигация выявления больного на воздушном транспорте. Следует добавить, лабораторная база с самым современным оборудованием также находится в постоянной готовности. Прогноз для развития эпидемической ситуации для Республики Беларусь я бы сказал, что благоприятный. На сегодня мы наблюдаем, что уже намечена стабилизация эпидемического процесса в странах Африки, Западной Африки. Две страны, это Сенегал и Нигерия, заявили о прекращении развития эпидемии на их территории, потому что прошел двойной инкубационный период. В течение 42 дней заболеваемость у них уже не регистрируется. Инфекционные заболевания границ не имеют, отмечают специалисты. Поэтому риск завоза из неблагополучных территорий существует всегда. В области, как и в республике, создана система эпидемиологического надзора с инфекционными и паразитарными заболеваниями. Источник инфекции должен быть госпитализирован, изолирован и должно быть организовано медицинское наблюдение за контактами. Также любое инфекционное заболевание в обязательном порядке должно быть подтверждено лабораторно. Поэтому в областном центре гигиены и эпидемиологии имеется лаборатория особо опасных инфекций, где и организована идентификация возбудителей инфекционных заболеваний на современном оборудовании. Эбола – враг опасный, но все же достаточно далекий. А вот грипп, хоть и знакомый нам не понаслышке, ежегодно ухитряется лишать трудоспособности миллионы людей. В Республике Беларусь уже несколько лет существует программа надзора с инфекционной заболеваемостью. Например, программа дозорного надзора по гриппу и ОРИ. Она перед вами. В режиме реального времени, захотя в республиканскую программу, вводя город, который меня интересует, я могу посмотреть, какие уровни заболеваемости и по отношению к другим городам республики, и по отношению к прошлому году в нашем городе Махилёве, например. Зелёным цветом показана заболеваемость двухлетней давности, когда прививки получало до 30% населения. Кстати, подъём заболеваемости наблюдается, если количество получивших прививки меньше 40%. В прошлом году мы привили уже более 37% и подъёма заболеваемости не наблюдалось. Ни одна из школ не была закрыта на карантин. В данный эпидсезон мы планируем привить более 41% населения. И подъёма заболеваемости мы планируем, что не будет. Сегодня в процесс вакцинации активно включились предприятия. Уже привито около четверти населения Могилёвской области. Кстати, сейчас вакцина имеет в своём составе под тип вируса H1N1 или так называемый вирус свиного гриппа. У тех, кто не столкнулся с ним за последние пять лет, есть возможность вакцинироваться. Ведь последствия этого гриппа довольно серьёзные, напоминают медики. Кроме гриппа живут рядом с нами давно знакомые враги. Зачастую люди, далёкие от медицины, считают, что такие болезни, как корь, краснуха, полиомиелит побеждены современной медициной. Но это не так. Когда длительное время не регистрируется инфекционная заболеваемость, у населения возникает уверенность, что её нет и прививаться не надо, комментируют эпидемиологи. И это приводит к печальным последствиям. Например, вспышка кори в Европе. В 2013 году в 35 странах было зарегистрировано массовое заболевание корью. Детки против кори начинают прививаться в годовалом возрасте. Поэтому следует подумать, брать ребёнка в свою Европу или нет, если ребёнок до сих пор не привитой. Следует подумать о вакцинации против кори и лицам в возрасте старше 20 лет до 45 лет. Когда мы проводили мониторинг иммунного статуса, оказалось, данная группа имеет низкий защитный тетр. Поэтому, отправляясь в страны европейского региона, стоит подумать и обратиться в поликлинику, уточнить свой прививочный статус и сделать прививочку против кори. Выезжая в экзотические страны, нужно помнить ещё о таком инфекционном заболевании, как вирусный гепатит А. У нас вакцинируются дети в 6-летнем возрасте. Это начальные классы против гепатита А. Но в данных странах и Азии регистрируется данное заболевание. И на территории республики есть завозные случаи. Поэтому, безусловно, вирусный гепатит А – это кишечная инфекция. И основная мера профилактики – это, конечно же, чистые руки и качество воды и пищевых продуктов, которые вы будете употреблять. Реальную опасность может представлять, например, и полиомиелит. Вспышка в Таджикистане в 2010 году, где 460 человек получило параличие, были и смертельные случаи. На вспышку в Таджикистане было потрачено столько денег, что можно было существовать самой дорогостоящей вирусологической лаборатории на протяжении 20 лет. К примеру, ежегодно мы имеем завозные случаи малярии, где-то 1-2 случая. Два года тому назад мы имели завозной случай брюшного типа. Три года тому назад мы имели завозной случай лихорадки Денге. И здесь самое главное – своевременно выявить источник и организовать противоэпидемические мероприятия, чтобы это заболевание не получило дальнейшее распространение на территории республики. На базе Могилёвского властного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает целый ряд лабораторий. Здесь проводятся различные биологические и химические анализы. У нас есть уникальная возможность отправиться на экскурсию. Мы находимся в лаборатории особо опасных инфекций, где проводится лабораторная диагностика паразитарных, особо опасных и других инфекционных заболеваний. Лаборатория оснащена новейшим современным оборудованием, на котором используются высокоточенные методы исследований. Мы находимся в ПЦР-боксе, где проводится идентификация вируса гриппа. В данной лаборатории мы исследуем пищевые продукты, воду, смывы, инвентаря, оборудование и рук работников пищевых предприятий. Здесь высеваем листерии, сальмонеллы, бактерии кишечных групп, золотистый стафилококк и многие другие виды бактерий. А в этих многочисленных холодильниках? Здесь хранится, термостатируется все чашки Петри с пассивным материалом. Здесь происходит инкубирование посевов, термостатирование и выращивание микроорганизмов. Не секрет, что на наше здоровье влияют не только инфекции, вызванные вирусами и бактериями, после употребления инфицированных продуктов. Но есть еще и товары народного потребления, игрушки и одежда, иногда от недобросовестных производителей. Одна из самых важных задач Центра гигиены – это анализ безопасности потребительского рынка, где организован системный лабораторный контроль за образцами продуктов и товаров из торговой сети. Для решения этой задачи у санитарной службы в области имеется весь необходимый потенциал – и кадровая, и соответствующая материально-техническая база. Мы имеем полную возможность для диагностики инфекционных заболеваний, а также мы имеем возможность, безусловно, в соответствии с требованиями технических регламентов, контролировать качество и безопасность реализуемого продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе и импортного производства. Например, с начала года из 1600 образцов отобранной импортной пищевой продукции в 83 получены неудовлетворительные результаты. Это сухофрукты, в первую очередь, это кондитерские изделия, которые не соответствовали по содержанию или по наличию в своем составе пищевых добавок, красителей и так далее. Кроме того, имеются несоответствующие результаты по товарам легкой промышленности, как для взрослых, так и для детей, а также по детским игрушкам, которые не соответствуют тоже по напряжению электростатического поля, по уровням шума, звука, по органолептическим показателям. По каждому факту принимаются меры. С начала года запрещена реализация более одной тонны недоброкачественных пищевых продуктов и более 2300 единиц потребительских товаров. Сейчас Могилевский областной центр эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья реализует инвестпроект по строительству нового лабораторного корпуса по исследованию пищевых продуктов. Сейчас готовность составляет примерно 90%. В рамках своих обязательств Министерством здравоохранения поставлено более 10 единиц нового высокоэффективного, высокотехнологичного оборудования. Нами за собственные средства приобретается аналогичное оборудование, поэтому ежегодно мы расширяем область агрегитации нашей лаборатории на значительное количество показателей. Это показатели, которые характеризуют безопасность реализуемого сырья и пищевых продуктов, а также крайне востребованы нашими предприятиями для того, чтобы обеспечивать безопасный экспорт и быть конкурентоспособными на рынках за пределами нашей страны. Стоит добавить, хорошо знают, что за нашим здоровьем добросовестно следят специалисты, но статистика вещь упрямая. Более 300 миллионов случаев инфекционных заболеваний в мире можно было бы избежать ежегодно при помощи простой вакцинации. А оскольких неприятностей нам помогло бы избежать более частой мытью рук, не перечесть. Это и грипп, и энтеровирусы, и гепатит, и многие другие враги человека. Кстати, 16 октября мировая общественность отметила Международный день, посвященный чистым рукам. Соблюдайте правила личной гигиены и помните о своем прививочном статусе, советуют медики, и тогда многие болезни обойдут вас стороной. Субтитры создавал DimaTorzok